всем привет сегодня неожиданно но будет скетчат до плейлисте блендер поскольку мы как бы в блендере планируем сделать какую-то комнатку да и все смоделировать вот нельзя упустить скетчат там глухо считаю очень крутым таким продуктом для опять же для работы с заказчиком к составлении какого-то такого планчика что ли да где какая мебель будет стоять там расстановка мебели где какие там розетки выключателя то есть это такой себе как бы для меня блокнот 20 века я не в тетрадке всю рисую до сразу же при заказчики скетчапе да еще и в скетчапе есть такая штука как энскейп можно сразу запустить у меня и vr есть и в общем погулять по помещению которого вы нарисовали там буквально за 20 минут вот и так скетчат скетчап у меня 2020 но в принципе все равно какой вы там скачаете так я выбираю архитектурный миллиметр в нем не сильно многое изменилось вообще там от версии 17 до 20 в общем то ничего сразу открывается видим такой простецкий как бы интерфейс и все просто по сути основные инструменты карандаш там затирочка и тени толка и с помощью них уже можно можно многое сделать женщина да тут стоит неспроста многие там пользователи куда-то уведут курсор начинают потом рисовать стены какие-то материалы наносите не поймут что текстуры не видно у них здание там получается 20 километров на 30 вот и гадают да не зря она стоит то есть вы видите какие-то габариты также скетчап ну такая штука особенная можно так сказать управление как в блендере колесико зажали вращаете shift и колесико перемещаете тут нет точек до никаких но мы в общем-то и не работали еще с точками поэтому вообще в скетчапе по моделировать будет очень полезно стрелка горячая клавиша для нее пробел выбираете да и стрелкой можно выбирать или ребра или грани или как face полигон вот важная такая особенность еще до группируйте все если не хотите чтоб что-то слиплась например я вот на к примеру могу теперь выделить этот квадрат опять же до выделяем один раз нажимаем выделили ребро к примеру или полигон вот дважды если вы кликните по объекту вы выделите целиком потом можно взять инструмент муфы куда-то перенести но если вы возьмете на нем еще что-то нарисуете да даже уже теперь вы будете видеть что вы можете выбирать выделять отдельные части и уже у вас не получится да так взять дважды кликнуть и выделить как-то полигон он уже порежется то есть уже не получается так вот если вы как бы вас части должны быть отдельными то сразу же их группируйте группу легко создать также самое легко ее разрушить да вот один объект создам 2 объект создам выберу этот курсор чик и правой кнопочкой сделаю мои крупы да то есть создам у меня горячая клавиша на это стоит control g горячие клавиши можете назначить вот здесь window preference зайти в шок от и здесь например на и написать групп рекомендую устанавливать на английском опять же да и вот моих групп ведь у меня горячая клавиша control g также стоят горячие клавиши на хайт на то есть я хайт аж анхайд альт аж как в бандере короче сделал и нормально то есть вот теперь я могу опять нарисовать тут объект да и этот никак не затрагивается вот у меня этот объект могу дважды кликнуть его куда-то переместить если же мне нужно будет редактировать этот объект тогда я дважды по нему кликнули зайду в группу и буду уже редактировать непосредственно эту группу вот то есть ну вы как бы для себя что нужно соединять что не нужно например если мне там надо будет рисовать какой-нибудь электрический щиток да понятное дело я вот сделаю отдельными элементами потом в скетчапе есть еще кстати тройной клик 1 2 вот и дважды кликнул видите я как бы грань с ребрами выделила если раз два три вы объект связанный целиком выделите нажму control g и вы то есть взял его в группу и теперь я легко этим объектом до могу манипулировать этим и они не связались вот если бы я разрушил например взял бы сейчас разрушил группу так разрушил группу правой кнопкой экспорт а теперь все группы нет и например опять бы нарисовал что-то такое и вытянул бы его да вот удалить теперь так легко его не получится я начну там выделять и теперь вот что получается да мне надо это это то есть он стал как бы целостным вот поэтому вот в общем-то как думаем также советую данные произвести некоторые настройки перейти в ту барс сделать маленькие иконки и активировать панельку large tool set да тут чуть чуть больше инструментов потом постепенно я еще кое-какие активируют вот ну как бы со стича пом опять же будет интересно пишите запишем какие-то уроки вот но он так образно например нажал r это ректангл инструмент а еще важно да вот есть панелька если вы там рисуете все по размерам сейчас я как бы начерчу план квартиры вот то вы можете во первых 1 класс на еще скетчат такой понимают у него сразу как привязки по направлению выбрали направление зеленая ось и например в били 500 миллиметров есть вот видите вот здесь у нас указаны размеры красная ось 400 миллиметров 4000 а теперь привязка по зеленой оси если я зажму shift все я заблокировал и могу навести на эту точку он до нее доехал закрыл появилась как бы плоскость вот инструменте не толкай пушку горячая клавиша п нажали и вы выдавливаете перемещаете будете зажимать нажимать разово control да то есть вот видите плюсик рядом с курсором он делит это можно сюда опять так то есть такая себе операция экструдирования вот ну например r опять сделаю да то есть рисуем какую-то квартирку кто-то орил окна не выдавливается я возьму инструмент offset опять же горячая клавиша f или где-то где он тут вот тут вот он находится нажму f вот и сделаю вот так например стенки теперь на п пушку вот он потянул вот здесь до правого пробел нажал выделил что а то он иногда глючит можно вот эту часть удалить делить нажать вот это выделил потянул на то есть у нас есть стены опять r нас нарисовал прямоугольник здесь нарисовал здесь какой-то прямоугольничек есть тут я рисую именно по поверхности а потому что мне нужно как подразделить разделить ту область которую я хочу вот сейчас выдавить и беру на вожу и выдавлю от к этой точке подвожу когда как бы плоскости будет пересекаться но друг с другом скетчат или будут удалять а теперь могу дважды кликнуть и я повторил операцию вот что очень круто да не нужно вдруг окно или мы подвигать можем сделать больше инструментом пушку не нужно взяли схлопнули и все и опять же да там r нажали сделали так сделали вот сюда какая-то перегородка си нажали это сёкол на кружок тут что-то сделали раз кружок два кружок опять рисовал короче тут кружок там кружок сюда опять навел тут выдавил тут выдавил да не надо схлопнул удалил вот тут что-то перетащил тут стенку перетащил нажал el line линию зал провел нажал п опять появился вот все как бы достаточно быстро и просто и вот я буду делать как бы свой там текущий проект есть у меня вот такой дом и в блендере буду делать все на примере одной комнатки я вот сейчас увеличу а этот обмерочный план вот здесь комнатах бабушки вот ее и буду делать можно еще увеличить пододвинуть вот и я банально сделаю print screen вот этого участка и все и сохрани на рабочий стол так далее в общем сворачиваем как его поместить в скетчап нажимаем файл импорт вот здесь выбираем да что мы хотим импортировать все типы изображений вот и вот сейчас я ищу рабочий стол на мой скриншот важно чтобы он был сейчас не текстурой не фото для совмещения просто изображение нажимаем импорт и куда-то его устанавливаем клац у вас изначально может текстура отображаться да не очень хорошо тогда перейдите опять же в настройке и вот open gel да там use max текстур сайс вот и мульти алиазинг я себе там на 16 поставил он там ругнется но все будет хорошо а теперь есть такая штука дальше следующим этапом нужно как-то это все к масштабу привести и я обычно там беру как бы самый большой но я тут обрезал ну вот 5 800 и есть тут инструмент рулетка вы берете приблизили один раз кликнули вот и теперь веду до вот этого перед крестья да и опять нажимаю клац и все в общем да и как бы ничего не делаю просто теперь ввожу сразу же с цифровой клавиатуры вот это значение 5800 видите внизу она там будет сейчас появляться 5800 нажимаем enter и он сразу спрашивает до произвести масштабирование нашей модели мы говорим да вот эти первую леткой мы можем той же измерить опять раз кликнул сюда подвожу снизу смотрю что 5800 все отлично да то есть у нас картинка в масштабе дальше будем вот это вот отрисовывать но отрисую какой-то там участочек возможно с санузлом чтобы вы понимали как это строится я делаю в основном все прямоугольниками да можно в принципе взять карандаш и начать это по точкам ввести и обводить но например чтобы нарисовать карандашом квадрат мне нужно четыре раза кликнуть до аж если вы ректанглом этим то два раза да пусть экономим время поэтому ими буду делать ну и первое беру как бы к этой точке приблизил один раз нажал и потянул на потянуть например к этой точке так с этим пласт вот тяну тяну где-то вот сюда и опять кликаю тук и первая проблема дать чертеж парапалл по панели правой кнопкой и стиле включая да вот они у меня появились и тут нажимаем x-ray вот и дальше начинаю как бы обводить строй перестенки я теперь и тут клацаюсь внутренние сюда подвел вот вот тут у меня как бы стена будет я отсюда до отсюда нас кетчапом как будто такой интеллектуальные что ли у него подска привязки так вы все знает так здесь вот отсюда во как тут у нас стенка сейчас давайте вот этот кусочек сделаю и тяну его аж до этой стены есть теперь сель сель прочертили линию вот тут тоже сюда потяну до этой части есть вот этот надо перестеночек проемы дверные да вот так вот я в общем быстренько клацаю не боюсь там пересечения сейчас я их затирать и быстро удалю оконные проемы дверные это часть не надо делать вот и берем в руки за тирочку я нажимаю и рейс и погнал до стирать ненужные мне элементы так вот тут надо продлить линию на сильную новостью опять я затру вот тут внутри тоже на стираю потому что я хочу поднять типа как все за раз не получится конечно но так ни в одном редакторе наверно быстрее стенки вы не построите чем с кетчапе так и вот здесь да ну и вроде бы как бы все готово можем убрать а вот эти вот элементики тоже уберу ну и все да в этом доме высота потолка ков 3 метра я нажимаю п нажимаю вот тут и вытягиваю пишу 3000 миллиметров вот дальше вот этот перестенок зал тянули сюда навожу потянул этот зал потянул и это потяну дальше надо оконные дверные проемы мне поделать да вот здесь окно она от пола и высотой 2 700 нажму т это 3 до рулетка сюда так направление выбрал и пишу 2700 класс появилась линия вот вот здесь окно тут она начинается на 850 а сама по моему высотой даже не помню 1400 ведомость окон посмотреть это окно в ванной будет не тут тоже 800 нет давайте наверно побольше вот да то есть я поделал такие себе меточки и еще дал тут двери будут дверные проемы тоже сформируют верные проемы по 230 стандартные двери так поставил точечек каких-то да и казалось бы что с ними делать вот нажимаем на это line инструменты провожу линию а теперь веду сюда и видите опять же пунктирная линия он к прошлой точке уже привязывается опять проведу теперь например здесь не здесь вот на этой до опять провел сюда на лег провел на делаю такие вот подразделения тут окно от пола и сразу еще поделаю дверных проемов если вдруг не прилипает вы можете скетчапе вот обязательно точку какую-то поддержать и все начнет привязка работать уже с этой точкой так и тут а теперь берем инструмент тени толкай и вот толкаем до вот этих точек то же самое там с окнами проделывает сюда вот дальше беру затирочку все направляющие нажимаете тыкается и вот склад затирочкой удалял лишние линии не переборщить так вроде бы все вот готово дальше вот этот можно перейти перенести на какой-нибудь слой тут в двадцатом скетчапе какого-то их название тегами вообще непонятно зачем б.г. да вот и вроде отключаю а как перенести в скетчапе еще одна такая штука тут есть да то есть информация о объекте который вы выделяете да то есть тут нажимаю я сейчас выделил какую-то площадь и тут сразу есть ее квадратура до выделите объект как бы целиком вот будут объем если это будет в группе control g нажимаем допишется объем объекта вот если вы будете выделять какие-то линии да вы будете ищем пажа по ганаж мере то есть выделены линии например по контуру вот и вы знаете сколько вам багета надо купить или плинтусов вот идите забыл вот выделили какую-то площадь и вы знаете сколько обоев купить или сколько краски надо да и все хорошо никто вас уже не обдурит вот дальше в принципе вот этот объект да как перенести утрите так хотя это слой можно теперь выбрать б.г. вот теперь он переместился на этот слой его можно спрятать так можно вот так делать но я его вообще удалю он мне не нужен а дальше да опять же можно да там мучиться я так не делаю и объяснять этого да даже не буду импортировать как 3d модель и попробовать тут поэкспериментировать с разными файлами все получается с блендером очень не важно да один способ который нормально с ним получается это вы можете сохранить как и выбрать например по моему 17 или 18 версию сохраняем вот а потом пойти погуглить адонский об импортер да вот так он называется и вот деде да вот скетчап импортер 20 версия тут такая штука что работает он только с блендером 2 79 поэтому придется познакомиться опять с ним я его кстати уже даже удалил но он вот для некоторых вещей все таки я его еще использую был бы программист который python знает было хорошо переписать это а то это все дело как-то под заброшено дядька создал еще когда в семнадцатом году вот и бросил вот бы его бы под девятый написать ну ладно у нас нет возможности поэтому дойдем download где-то тут как найти старые версии сюда 279 и выбираем для zip для вины так качаем я на рабочий стол есть так ну и сам этот импортер он у меня уже скачан да я не буду его качать ответе скетчап импортер ну то же самое вот поэтому не качаю вот поэтому берем разархивируем блендер он нам как бы разово понадобится может не разово может быть частенько будете он кстати импортирует все что вы там на создаете если вы пойдете в компоненты и там по загружаете каких-то там кроваток давайте вот еще раз пересохраню архивировался так пересохраню чтоб с этой модель как было до с рабочий стол убираем 2018 попробую пусть она называется план вот нажимаем сохранить есть теперь идем открываем блендер думаю он всем знаком старый добрый файл юзер преференс аддонс и устанавливаем аддон и чатный партнер нажимаем вот ему и активируем сохраним настройки а теперь нажимаем файл импорт и импорт скетчап сцен да то есть теперь он понимает скетчаповские файлики план скп вот и видим а я даже убит а кубик это блендеров скида то есть кровать импортировалась импортировалась наши стены и до в тех же самых координатах всего не надо никаких масштабов делать ничего единственное что тут не очень вот это сеточка олив я уже забыл отвык от выделения до вендере вот да то есть стены давайте стены я назову вот и сохранил блендера русский файлик на десктоп тоже пусть будет план называется сельф есть так и закрываем это блендер открываем наш 29 до поскольку вот аддон под этот не работает поэтому пришлось использовать 279 надо покопаться файлик и возможно там не так много изменять чтоб он заработал 29 вот и сюда мы встраиваем да мы не открываем тот если вы откроете у вас в принципе можно он понимает блендер файлы да то есть он я беру план нажимаю open только видите все то есть уже по-другому называются наши workspace и у нас меню вот здесь все такое да как-то непривычно поэтому мы сделаем не так любой как бы файлик блендер это почти шизип архив да и в нем все сложно по папочкам если вы нажмете кнопку и up and встроить до найдете этот файлик план вот что в нем есть и нас интересует объекты да и выберем наш наши стен нажимаем up and и все вуаля стенки есть вот ну а то что тут сетка чуть-чуть безобразно да это другой вопрос об этом мы говорим чуть позже в принципе для визуализации интерьеров вот рендерить стены эти все с ними хорошо замечательно и обычная даже ничего не трогаю вот но думаю да думаю вы попробуйте попробуйте в скетчапе нарисовать берите там как бы паспорта квартир или что-то такое да и создайте в размерах все-таки в скетчапе например и мебели расстановку мебели намного легче делать чем например кровать вручную переносить и смотреть как как это будет смотреться да то есть попробуйте есть вопросы да я создал телеграм-канал пожалуйста пишите по возможности буду отвечать да вот постараюсь никого не оставить без внимания а в следующей до частью же по блендеру мы будем делать эти же стены но уже непосредственно в блендере вот и будем знакомиться уже как раз с режимом редактирования что такое вершинки ребра что с ними можно делать как тут экструдировать ну и все такое ну и также будут вопросы будете писать буду отвечать все всем пока до новых встреч